70 баллонов краски ищут талант, чувство прекрасного и желание сделать город ярче. На улицах Сургута развернулся музей под открытым небом. Теперь пейзажами горожане смогут любоваться не только загородом. Лесные поляны и другие рисунки украсят глухие стены зданий и другие обыденные сооружения вроде трансформаторных будок. О ярких буднях серых кварталов в следующем сюжете. Распыляем баллончик, путем смешивания распыления. То есть получается такой, так скажем, нежный переход. Поэтому есть свои сложности. Мазок, еще мазок. В итоге большая красочная панорама, которая сумела превратить серую трансформаторную будку в произведение искусства. На месте бетонной коробки раскинулась целая лесная поляна с привычными для югорчан ягодами и грибами. Мы рисуем различные площадки и хочу как можно больше охватить в городе вот таких вот различных трансформаторных будок. Может быть даже торцы домов и так далее. Паркинги. Ну то есть различные площадки, на которых можно привнести яркие красочные вот такие вот картины. Проект «Музей под открытым небом» разработал интеллектуальный клуб. Некоммерческая организация победила в конкурсе президентских грантов. Проект не только разукрашивает обыденную реальность, но и реализует образовательную программу. Узнакомит школьников с культурой родного края, развивает творческие навыки. Любимый всей пейзаж это лесная поляна, которая всем близка и очень радует душу, особенно долгими зимами. Мы принимаем заявки, очень низкая активность. Нам предложили буквально одну-две стены. То есть мы готовы прийти в любой двор, на любую улицу и сделать город ярче. Рисунки, которые создали школьники в ходе проекта, потом выставят на площадках города. Лучшие из них по итогам голосования перенесут на стены города. Таким образом организаторы планируют украсить еще 10 городских объектов.